Благодарю. Мне очень жаль, что сегодня я коллегам не смогу показать наш центр, потому что в пятницу 7 декабря он был закрыт на ремонт и с последующим переселением, которое когда закончится и произойдет, я, к сожалению, не знаю. Но, тем не менее, два года мы отработали, я считаю, очень-очень эффективно, на высоком уровне. Конечно, у нас были свои взлеты, свои какие-то проблемы, но, тем не менее, действительно, команда, которая сейчас есть в центре, она восхитительна. Низкий поклон моим сотрудникам. Действительно, ребята, вы чудесны. И в этом плане будущее, конечно, есть. И, наверное, расскажу, что мы уже успели сделать, и перейду к тому, что надо будет еще продолжать, в каком направлении двигаться. Первая, конечно, задача, с которой мы столкнулись в момент нашего образования и начала первой работы, совершенная неосведомленность, кроме узких специалистов, с обычных обывателей, и не только Москвы, естественно, но и других регионов, что, собственно, собой представляют славяне, современные славяне. Действительно, Елена Николаевна сегодня нам такую радужную картину нарисовала, радужную картину восприятия нас самих в каком-то таком мифологическом ореоле, связанную, конечно, с сказками в первую очередь, какими-то литературными произведениями, может быть, личным опытом. Но, тем не менее, понимание, что такое славянский мир у обычных обывателей, отсутствует практически. Причисляя себя к семье, великой семье славян, совершенно не понимают о том, что культуры абсолютно различны, иногда противоположные какие-то есть мировоззренческие аспекты. И главная наша миссия была действительно эта миссия миротворчества, с чем мы, как я считаю, в своем центре смогли создать какую-то уникальную атмосферу, где острые моменты, невозможно их обойти, но они действительно таким отношением разумным и с пониманием к этим вопросам снимаются просто очень часто. И если на каких-то вначале мероприятиях были действительно откровенные стычки, по привычке, скажем так, теперь все понимают, что в центре славянских культур это недопустимо, и просто такие люди к нам не ходят. Зато ходят действительно воодушевленные, одухотворенные люди, и мы стараемся в первую очередь не только им предоставить знания, но и воспитать новое поколение, то, о чем, опять же, Елена Николаевна говорила. Словистика действительно сейчас в университетах переживает очень серьезное такое испытание, поскольку на одного словиста нужен десяток профессоров, и это с экономической точки зрения совершенно не рентабельно. Но мы понимаем, что главное в данном случае то, что мы получаем на выходе, гораздо важнее. То есть это не краткосрочные какие-то экономические завоевания, но в перспективе воспитания людей, владеющих славянскими языками, читающих литературу народов славянского мира, понимающих особенности культуры, дают очень большую поддержку именно самому обществу в целом. Это точно так же касается и других народов. Просто мы сегодня здесь говорим о славянах, это наша, так сказать, судьба и наша специфика. Но все те же самые принципы, конечно, можно перенести и шире. Какие сложности еще существуют? Наверное, самое главное, да, собственно, никаких сложностей нет. Если люди горят изнутри и привлекают к себе других положительно заряженных людей, то на самом деле все горы можно свернуть, что и доказывает конкретно коллектив центрославянских культур. Вот я вижу здесь моих дорогих двух, Елен Скудзину и Марченко, Сергея Борисова, Ивана Риделя, Никиту Сафронова и моя дорогая Екатерина Артемюк. Благодаря вам, действительно, даже вот это стихийное бедствие, как неожиданный переезд в течение двух дней в неизвестность, мы это выдержали, причем накануне нашей конференции. И все замечательно, и мы сможем еще больше. Действительно, одним из самых важных является воспитание молодого поколения, поэтому, конечно, центр очень много программ посвящает именно детям, потому что встречаясь и разговаривая друг с другом на разных языках, они абсолютно понимают друг друга, они с детства слышат незнакомые слова, которые, собственно, воспринимают как естественные и очень быстро находят общий язык. И очень важно именно в самом начале сказать о том, что да, мы разные, но мы друг друга понимаем. Дальше. Мы внимание уделяем и, конечно, школам. Несколько было выездных у нас таких мероприятий по московским школам, где, собственно, мои коллеги рассказывали о славянах и так далее. То есть это тоже мы делаем, хотя, может быть, в меньшей степени, поскольку выезды куда-то в нашем плотном графике занимают много и достаточно времени. Студенческое сообщество. Очень рады всем выразившим желание попрактиковаться или поработать в качестве волонтеров. И у нас желающих достаточно много и не убывает. Мы очень рады этим молодым сподвижникам, которые действительно, надеюсь, со временем тоже станут, может быть, не словистами, но корректно относящимися к другим славянским культурам, разумными людьми. Очень важную задачу мы видим для себя – это организация публичных лекций наших замечательных исследователей, ученых, докторов наук, академиков и кандидатов. Это неважно. Важно, что в доступной форме люди получают действительно высокого уровня знания, понимания. И мы запустили с первых наших шагов YouTube-канал, который сейчас развивается. У нас тоже, соответственно, свои какие-то плюсы и минусы. Но, тем не менее, может быть, это некачественно иногда получается с точки зрения технической съемки, но зато это действительно высокого уровня информация, которая разлетается по всему миру. И вы не поверите, что нас смотрят не только, даже не только в Европе, нас смотрят на всех континентах. Это очень здорово. И, кстати говоря, в этом плане у нас есть такой лидер, который здесь присутствует, Александр Владимирович Липатов, который начнет своим выступлением следующую секцию. Его лекции о взаимоотношениях России и Польши пользуются неимоверной популярностью в самой Польше, поскольку люди понимают, неужели в России есть те, кто нас адекватно, хорошо, по-настоящему понимает, понимает наши особенности, понимает нашу историю, культуру. Это очень ценно в нашей с вами ситуации. У нас работает, не прекращает работу украинский разговорный клуб. У нас мероприятия, посвященные литературе и культуре этой страны, также постоянно проводятся. Мы не забываем ни одной страны нашего славянского ареала. Кто-то больше представлен, кто-то меньше, мы открыты для всех, ждем. Пожалуйста, ваши предложения, особенно если это действительно высокого уровня, серьезные мероприятия, мы готовы предоставить свою площадку. Несколько раз мы организовывали фестиваль славянских культур, мы участвовали на книжных ярмарках в разных, не только в Москве, но и за рубежом. Наша программа очень пользуется, достаточно привлекательная. Действительно, 100 славянских романов серия, о которой сегодня упоминали. Это действительно такой путь в понимание современного славянского мира. И очень важно для нас также было начать создавать... Мы сделали буквально первые шаги, которые разными людьми воспринимаются по-разному, но тем не менее отклик очень хороший. Это развитие то, что называется ментальной экологии, то есть экологии нашей души, наших мыслей. И все, что касается того нашего дома, в котором мы живем, и что мы вокруг себя создаем. Вот такие основные направления. В следующем году у нас очень большие планы. Несмотря на переезд, все наши мероприятия будут в любом случае проведены на каких-то других площадках, поэтому следите за информацией. И сейчас мы запускаем огромный проект, который благодаря коллегам из Хорватии и Словении и отсылки их как раз к возможностям Россотрудничества, возможно, приобретет общеславянское, а может быть и шире звучание. Это конкурс детский, творческий конкурс детский, литературный и художественный, и одновременно конкурс переводов для студентов-словистов. Очень сложная структура. У меня все готово, мы просто физически не успели это опубликовать. Тем не менее, он начнет работу, где детки будут писать литературные сочинения о наших славянских странах, о истории, о каких-то деятелях. Студенты предполагаются, что они лучше победив... Во-первых, они определяют победителей, потом произойдет обмен и, соответственно, переведут на свои языки произведения других славянских стран. У нас появятся еще победители, и вот эти победители на разных-разных языках. Будет объявлен конкурс иллюстрации, который уже будет международным, потому что все, кто читает по-славянски, смогут принять в нем участие. Но, опять же, там возрастные ограничения. Все-таки, в первую очередь, это дети и юношество. Так что вот такой огромный проект к юбилею, ну не юбилею, 15-летию форума славянских культур мы задумали и, надеюсь, и осуществим. Вот, я надеюсь, что, Елена Николаевна, мы на ваш вызов ответили. Если на всем позвольте закончить, собственно, мое выступление... Продолжение следует...